Всем привет, ребята! Ну что, у нас сегодня, блин, вообще интереснейший эксперимент предстоит. Все, опять же, благодаря вам, потому что, на самом деле, что? Вот такую вещь, в принципе, можно купить практически в любой аптеке. То есть, это вот у нас йод, он на хлористолит для ветеринарного применения. То есть, он есть везде, но очень интересно, опять же, его вот это взаимодействие с алюминием. То есть, когда вы, наверное, по-любому все видели, практически все, кто видел, посмотрите. Когда на ферме лечат телят от пневмонии, я не знаю, правда это или нет, напишите. Вот, честно, и ветеринары не знаем, смысл вам интересен в чем? В тем, что вроде как он реагирует с алюминием. Поэтому давайте сегодня проведем эти испытания и посмотрим, как, что, зачем, почему он реагирует. Поэтому погнали! А, ну для начала нужно сделать что? Нужно попробовать сделать так же, как все это было в ролике. Ну, горшка нету, конечно, но ладно, фиг с ним, есть вот такая вот баночка. Сейчас мы сюда нафигачим вот так вот алюминия. Я думаю, хватит. Вот так вот берем эту штуку, мы пойдемте на улицу. Ну, в общем, баночка у нас на месте, вот на кирпичике. Не, а вот сами-то как думаете, вообще там телят-то выживает после такого? Блин, он ходил там, там все нормально было. Еще и закрыл потом дверь, говорит, через час. Прокурка завершена. Экспозиция. Один час. Обманули нас или не обманули? Сейчас посмотрим. О-о-о! Отлично. Но, надо, я так думаю, подождать. Сразу наверняка ничего не начнется. Какие-то пузырики собираются, это хорошо. Ждемся. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Судя по всему, смотрите, нет, не судя по всему, конкретно видно, что реакция идет хорошая. Даже вот этот такой вот, не знаю, темно, наверное, как бы, не темно, просто бордовый цвет вот этого выделяемого газа получился. Сейчас идет просто белый. Наверное, алюминия было сильно много. Честно вам скажу, ходить по телятнику с такой банкой я бы не стал. А, на самом деле, ну, очень интересно. Значит, у нас есть какая-то реакция. И, может быть, эта вещь работает как преобразователь ржавчины, кстати, хорошо. Давай попробуем. Что-нибудь, ржавое я сейчас что-нибудь найду. Что у нас ржавое есть? Болты и гай... Жигули целиком. Надо тогда весь этот алюминий оттуда сначала изъять. А там его нифига себе сколько. А, ну вот, сейчас мы попробуем, значит, как все это дело у нас реагирует, не реагирует с ржавчиной. Ну, вот есть болт. Реально прям такой. Ну, на самом деле, ржавый. Ну, что-то шипит. Пик его знает. Что там шипит? Возможно, даже ржавчиной отъедает. Смотрите. Не просто так там сейчас что-то идет. А, еще и дым опять пошел. Значит, что-то... Так, ты болт принес не алюминиевый. Спасибо. Ну, давайте, помешаем маленько. Посмотрим, что там происходит. О, подожди, а что происходит? Дуга, это с палочкой реакция происходит. Да, журналик! Смотрите. Она чистая. Так, что это такое? Что это такое? Да ладно! О чем прикол? Вот видите, ребят, что произошло. Цинка не стала. Смотрите, как цинк съела. Так, это вообще серьезная вещь. Монетки. Пошли туда. Вот такие вот. Отход, ребят, смотрите. Не, на самом деле, все хорошо. Там сейчас, наверное... Ну, что-то пошипело, пошипело, перестало. Фиг его знает. Ну, раз с цинком он ведет себя так, то... Смотрите, что взяли. Болт новенький. Саморезики тут несколько штук. И вот такой вот ключ у меня есть. Жигалевский! Не знаю, он, правда, хромированный. Как это все дело отнесется к хрому, фиг его знает. Ну, давайте попробуем саморезики туда. Опа! Ключ какого. Ой, ладно, я его подтолкну. Ой, и как раз вот эту тоже планочку. Ну, хром-то вещь тоже, как бы, она очень прочная. Поэтому должен, наверное, выдержать. Так. Хватит. Достаточно одной таблетки. Тут пацаны увидели всю эту тему. Блин, все, понесло их. Притащили медяшку, сверху одели свинец. Ну, это грузик от колеса. Говорят, давай тоже туда же. Ну, давайте попробуем. Вот так вот. И посмотрим. А ничего не происходит. Наверное. Ну, выождали немного. Ну, честно, что-то все, уже ничего не происходит. Вот вытаскиваю свинец с медью. Ну, медь побелела что-то. Встала у нас тут с хромом. Ну, по-моему, тнял маленько, слегка. А так особо ничего с ним не произошло. Ого! Это тот, который был ржавый. Смотри, что с ним случилось. Он как новый стал. Вообще, шайба аж слетела. Смотри, ржавчина. Тык-тык-тык-тык. Нету. Так, саморезы и новый болт, который был. Ну, цинка нету. Все. Металл. И здесь тоже просто металл. Так, монетки, монетки, монетки. Ух ты. Какие-то беленькие стали. Так, наверное, мы сейчас помоем, посмотрим. Так. О, шайбочка с болта, которая была тоже вообще ржавая. Это все было у нас вот так вот. Она отсюда даже не снималась. Ух ты. Кучка. Кучка. Так, саморезики в сторону, монетки в сторону. Но вот эту, смотрите, полностью всю коррозию не убрало. Но ключик тоже стал какой-то белесый. Больше ничего нету. Ну и вот, чего мы, смотрите, добились. По факту, на свинец, медь. Медь вот только что стала какая-то непонятного цвета. С кровом. Ничего такого особо не получилось. Только вот ключ почему-то матовый стал. Монетки. Ну, монетки прям вообще удивили. Весь вот этот. Вот он. Смотрите, прям отлетает как. То, что весь окисел. Что с ними за эти годы в автомобилях произошло. Вот он прям отламывается. Ну, здесь мы уже поняли. Именно вот под этой палочкой, который решил маленько помешать, что оцинковка улетает сразу. Остается голый металл. Здесь вообще четко видно. Вот болт был оцинкованный. Вот саморезы были оцинкованы. И вот этот болт был в такой вековой ржавчине. Шайба не снималась. То есть резьбы наполовину вообще просто было не видно. Все было затянуто ржой. Сейчас он выглядит просто, блин, как новый. В общем, вот такие вот результаты. Очень даже, очень-очень даже впечатляют. Ну, преобразователь ржавчины. Так его что ли назвать. Вот он, и он реально очень хорошо. Не только идет, вступает в реакцию с алюминием. Но и смотрите, ржу убирает просто. Ну и цинк просто на ура. Ну и все равно, давайте повторим еще раз. Прям очень хочется вот болты. Все, гайки дальше не крутятся никак. Сейчас мы их сюда. Вот видите, в каком они виде. Сейчас я их вот сюда в баночку бряк. Этот тоже не крутится. А этот я даже открутить не могу. Здорово. Доливай. Все. У-у-у, там все шипит, смотрите, кипит и пузырится. Ну и поскольку, поскольку, ребята, у нас все-таки как бы больше автомобильная тинематика, то есть, ну там 99,9. Нашли вот такую вот алюминиевую вещь в автомобиле. Но он же тоже алюминиевый. Ну и, конечно же, ну как вы же. Ну, сразу вам скажу. Никому не советую это повторять. Ну его нафиг. Это дело такое. Понимаю, что там вроде как там телята, не телята по ролику. Но все равно. Как бы штука эта такая. Химию надо знать на отлично. Вот так вот. Хватит или не хватит? Не понятие. Ладно, осталось уж маленько. Удалью все остальное. Итак. Ой. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Потик. Потик радиатор. Ну, давайте посмотрим. Он же все-таки, как нам говорят, алюминиевый должен быть. Субтитры сделал DimaTorzok. 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 DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. 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 Дальше я наж prescr Mang DimaTorzok. 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 Поэтому смотрите нас, подписывайтесь Обязательно что-нибудь предлагайте Комментируйте, ставьте лайки Ну все, пока